В 1991 году на Одинцовской земле появился театр «Калинка» от Натальи. Его организовала заслуженная работник культуры Московской области Раиса Ивановна Бондарева. Именно она передала своей дочери Наталье любовь к пению, родной истории и национальной культуре. У нас так получилось, что у нас весь род музыкальный. Прабабушки, бабушка, мама, я и даже дочура, которой мы передаем именно любовь к музыке. Сначала Наталья собиралась быть художником-модельером. Осознанное решение заниматься музыкой у нее появилось в седьмом классе. После этого экстерном были пройдены музыкальные школы, училища, академия, консерватория. Однако увлечение модой не стало лишним. Сегодня театр Натальи Бондаревой – это не только авторская музыка и эксклюзивные спектакли, но и уникальные декорации и костюмы. При этом во всех постановках для Натальи всегда очень важно одобрение мамы – художественного руководителя театра. Мама, если приходит, и она смотрит, уже более готовый материал, чтобы она всегда сказала – молодцы. Вот когда она приходит, смотрит спектакль и говорит, какие молодцы, мы с ней разбираем каждую сцену, мне, конечно, это прям вальза на душу. Рыбки, рыбки, там все загружились, травы и затыдки, платье налетились. Подрастает в семье Бондаревых и новая звезда – дочь Натальи Мариамна. На сцену девочка впервые вышла в 4 года. Выступала в рождественском спектакле в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Марьяше сейчас пока 12 лет. Она любит петь. Любит все-таки, я очень рада участвовать в спектаклях. Очень любит находиться в диалоге именно с актерами команды. Поэтому театральные команды любят с ними репетировать, выступать. Поэтому, в принципе, я думаю, что если я к этому пришла, она это приняла сразу своим сердцем. Сегодня в театре служат около 30 человек. Команда, которой за долгие годы тоже стала семьей. Здесь царит своя особая и уникальная атмосфера, созданная за годы существования театра, который Наталья очень дорожит. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».